Здравствуйте! Сегодня 9 августа 2022 года, 12 часов 51 минута, температура воздуха плюс 24, вот такая вот облачность на небе, тучки такие есть, дует довольно сильный ветер северный. Я сейчас вернулся из поездки в магазин, за клевом ездил на велосипеде и обнаружил, что в один из ульев прилетел рой пчел. Здесь у меня в трех корпусах пустые рамочки стоят и прилетела такая вот кучка пчел. Не знаю, сколько там вошло внутрь улья. Вот тут интересный клубочек такой, может быть там матка находится, а может быть там трудно давят пчелы. Наверное, там матка находится, она еще не вошла в улей. И в верхний корпус пчелки позаходили. Вот этот улей, тут у меня пчелки работают сейчас на подсолнухе, несут нектар и пыльцу, а сюда без разведки вдруг неожиданно прилетел рой. Ну, разведка несколько дней назад была, тут пчелки залетали, так я думал, что просто проверяют на наличие корма, а оказалось, что рой пришел и поселился в этот улей. Они чуть-чуть успокоятся, я им поставлю несколько рамок с медом, чтобы у них корм был, потому что сейчас подсолнух пока еще цветет, но им трудновато будет корм собрать. И так, в качестве якоря для закрепления этого роя в этом улья, надо, чтобы у них корм был. Ну, вот, я тут им вечером вот эту траву повыкашиваю, для того, чтобы она не мешала им летать через нижний леток. Вот там видно прорезь. И вероятнее всего, что вот тут клубочек, эта матка там находится, но они ее выпустят, а может быть там две матки прилетело, а может быть это правая семья с несколькими матками пришла. В общем, 9 августа, видите, раи еще летают. Но это связано с тем, что, наверное, улей маленький был и не расширялся, а может быть полностью уже заполнен весь сотовый запас медом. Мед не качали, и в результате пчелки решили, что мы лучше сроимся, полетим, отпачкуемся от материнской семьи и роем в новом жилище, будем дальше жить. Да, вероятнее всего, что там в клубочке матка находится, но я не буду их беспокоить, чтобы там не повредить ее. Они сами разберутся, выпустят эту матку, и она войдет в леток. Наверное, там матка все-таки находится, они ее подкармливают. Потому что рывые пчелы обычно в клубок так никого не берут. Но за исключением тех случаев, когда несколько маток, они одну матку оставляют, а вторую в клубок берут и потом сравнивают, какая получше. И та, что получше оставляет, а та, что похуже, они ее убивают. Удачи вам, мирного неба над головой, скорейшего окончания войны в Украине, чтобы все пошло в мирное русло. И пчеловоды могли заниматься пчеловодством, не опасаясь, что стрелять где-то будут, или пасики разбомбят, или еще что-то сделают. Ну и то же самое я желаю всем людям, всем украинцам, всем гражданам Украины, всем жителям Украины, мирного неба над головой, здоровья вам, благополучия, удачи и всего вам хорошего. До свидания.